Девочки, смотрите, вчера я вот запекала томаты, мы тут немножечко поели, я отложила в холодильник тоже на вечер, на завтра, а с остальных томатов сделаю тарт с томатами запечёнными. Сейчас поищу рецепт, у меня как раз завалялось одно тесто, оно, конечно, слушайте, магазинное, калорийное, ужасное, но неважно. Почти тысяча калорий на вот это тесто, можете себе представить. Вот, так вот, не знаю, что ещё добавить в эти томаты, посмотрим, что я буду в них добавлять, солнце светит. Хочется чего-то такого, чтобы облегчить нашу долю, скажем так, ну и чтобы вкусненькое было. Нужно обязательно томаты из водички вытащить, выложить так на какое-то сито, чтобы они все, как бы сок лишний ушёл, и тесто обязательно сначала нужно зажарить, иначе будет тарт весь мокрый. Вот, смотрите, видите, я вот на такое сито выложу, потому что посмотрите, сколько там сока. Там нет ни грамма масла, это натуральные томаты с травами и с приправами, но всё равно им нужно чуть-чуть, чтобы скапало тоже. Видите, пока я вот выложила томаты, видите, сколько сока от этих томатов, поэтому обязательно процеживаем. Так, девочки мои хорошие, девочки-мальчики, кто готовит по моим рецептам, посмотрите. Я сейчас буду заканчивать, делать свой тарт. Это я уже всё запекла. Короче, рецепты очень разные. Я сейчас посмотрела в интернете французские рецепты, которые... Короче, можно вообще просто томаты выложить, даже и тесто не запекают, вот, и запечь в духовке. Ну, я вам гарантирую, что томаты отдадут столько воды, что у вас будет не тарт, а просто какое-то дегулясо. Дегулясо, это вот так вот говорят на французском, такое гадость. Поэтому лучше томаты немножечко обработать термически, чтобы они вот отдали свой сок, и лучше запечь тесто заранее. Если у вас, конечно, уже будет творожное тесто какое-то правильное, тогда, конечно, нужно выкладывать сразу сверху томатики. Но томаты, как и кабачки, обязательно нужно обработать перед тем, как мы будем закладывать. Короче, я буду делать, естественно, свой рецепт. Здесь у меня смешано, давайте вам покажу. Рецепт сделаю на тот рецепт в Телеграме, и потом, наверное, вам скопирую и поставлю в описании. Вот такой вот протеиновый по исландским традициям йогурт. Он очень густой, мне кажется, я вам уже показывала. Я его использую вместо сметаны, я его использую в выпечке. Я его просто ем вечером, добавляю там чуть-чуть какао-порошка, сихачий шоколадный йогурт, две капельки стевии, и всё. Очень-очень-очень хороший, мне нравится. У вас тоже есть какие-то протеиновые йогурты. Вот такой, смотрите, залежался сыр одегейский. Вот, нужно ещё мне будет какой-нибудь пирог с пищей, но нужно придумать тесто, чтобы оно не было таким калорийным. Как вот это готовое тесто, это просто тут беда, тут тысяча калорий вот в этом листе. Вот, поэтому тарт будет калорийный. 20 граммов у меня вот такой вот французской горчицы с зёрнышками травки, вот, и сыра вот я потёрла здесь 68 граммов. Ну, я специально так не взвешивала, просто я отрезала, взвешивала 68 граммов. Вот, смешала йогурт, ага, ещё такие у меня есть творожные такие квадратики, мне Катя вам показывала. Творог обезжиренный тоже, мне очень нравится он по вкусу, но я зажала, можно было просто им смазать дно. Но, но я вот сказала себе, жалко, Алла, потом тебе не хватит на неделю этих кубиков, поэтому я взяла только два, они по 25 граммов. Вот, нулевые тоже, они протеиновые, так как я сейчас нахожусь на стадии похудения, мне нужно есть много протеина. Вот это моя беда, я столько протеина никогда не ела, я спорю со своим этим куратором. Я говорю, вы что, я столько и не съем, и никогда не ела, она говорит, Алла, съешь, будем учиться. А потом, когда уже мы похудеем, допустим, до нужного мне размера и начнём стабилизацию, тогда будем уменьшать протеины и добавлять углеводы. Ну, вот у меня углеводы зашкаливают, а протеинов мне всегда не хватает. Поэтому нужно теперь выбирать продукты более протеиновые, если это молоко, как правильно сказать, смотри, какая красота уже, правда. Вот, томатики там мои явно уже все у нас обезводились. Ого-го, девочки, вы видите, сколько ещё там воды, боже мой, так, подождите, я солью это. Так, девочки, где будет сниматься? Хорошо, что глянула, камера была не включена, выложила только один томат. Где будет сниматься? Лучше снять корочку. Где уж не будет сниматься? Ну, значит, не снимаем корочку. У меня здесь и жёлтые, и есть томатики. Ну, корку снимать не обязательно, но желательно, особенно тем, у кого есть проблемы с поджелудочной и всё такое. Корочки все эти очень плохо перевариваются. Вот, давайте, пока у меня жёлтые я вижу томаты, я их выложу. Можно запечь аккуратненько половинками, вот когда томаты, допустим, вот черри можно запечь. Будет очень красивый тарт. Это я делаю сама для себя, этот тарт. Поэтому где-то, если у меня тут не очень красиво получится, ну и не страшно. А вот если в гости, тогда нужно уже найти помидорки какие-нибудь, чтобы они были одинакового размера. Вот, называется, куча малым. Всё равно будет красиво, вот вы увидите. Так, подождите, мне кажется, я вам... Ага, вот так вот, может быть. Поэтому, если будете готовить такой тарт, то лучше запечь томаты с вечера, на следующий день. Чтобы вы просто потом, чтобы они уже как бы и остыли, и чтобы с ними можно было работать спокойно. Потому что, вы видите, всё-таки им нужно обязательно дать стечь. Вот, у меня томатов много, поэтому я их выкладывать буду густо. Вот, я не думаю, что мне нужно с вами разговаривать, пока я делаю томат. Ну, вы же знаете, что мы любим поболтать. Вот, делаю тарт, посушиться вечером. Приедет младшая дочка. Вот, пускай они съедят этот мой тарт, потому что для меня это очень калорийно. То есть, я маленький кусочек, конечно, съем. Вот, я сейчас всё просчитаю, у меня всё взвешено. Но, конечно, на тесте, на магазин, эти тарты, они будут очень калорийные. Нужно искать рецепты. Ну, вот, у меня его нет, у этого рецепта. Ну, мне кажется, он у меня, может быть, он есть в книге. Да, творожное тесто, что его там делать? Купил творога нулевого, желательно. Ну, 2%, да, там, допустим. Всё, добавил туда мучички, какой-нибудь тоже правильный, желательно. Я сейчас тут расковыряю, девочки, мальчики, будет у меня тогда. Ничего не облизываю. Видите, ложка у меня вот от творога. Всё, я себя отучиваю вообще всё пробовать и всё облизывать. Потому что вы даже не представляете, сколько здесь калорий. Пока ты всё попробуешь, пока ты всё оближешь, ну, всё, уже там 100 калорий, 150 нализал себе там. Поэтому я себя привычаю к тому, чтобы всё готовить, ничего не пробовать. Ну, на соль там уже ладно. В конце готовки там можно чуть-чуть там чайную ложечку там попробовать, если там суп или чего. Вот, так вот всё равно, как говорится, мы же все опытные хозяйки, правда? Поэтому мы всё уже видим на глаз. Чё там, солим? Пробовать не обязательно. Я очень время смотрю, знаете, у нас тут это, особенно в обед, показывают всякие рецепты. Сегодня был такой, слушайте, пирог с мясом, с фаршем. Она фарш делала из этого, из свинины добавляла. Ну, вот как помните мы раньше, может быть и сейчас, девочки, я здесь котлеты не делаю, это не их традиция, очень редко делаю, размачивала в этом. Прям такой получается, она говорит, это акстюс. Акстюс это как бы вот, ну, шваргалочка. Молоко, в молоке замачивают белый хлеб, да, и добавляют в фарш. Это. Вот у меня нету греческих оливок, можно было бы сюда, вы знаете, я же вам тут раскладываю, а сама в голове у меня так, чем, как сделать красиво, чтобы была красивая фотография. Вот, она, значит, делает этот фарш, пропускает, а мужчина такой пожилой стоит и это, и наблюдает. И он, слушайте, я рассказываю, сама с фаршу схожусь, хотя так хорошо я пообедала сегодня. Очень сытно, очень вкусно и очень полезно. Девочка, вот видите, я ничего вам не снимаю, потому что у меня просто физически не хватает на это время. Я имею в виду то, что я готовлю себе именно, что я ем во время моего похудения. Потому что мы ведем дневники ежедневные, это обязательно отсылать их нужно. А я все готовлю. Не то, что я там пошла, купила там упаковку там пельменей, да, сосканировала этикетку, 200 грамм отмерила и записала их в дневник. Я же все готовлю. Вот, поэтому надо все взвешить, занести в этот, ну вот такая у нас есть здесь, очень хорошая функция вязио. И потом, что ты добавляешь в этот рецепт. И потом ты взвешиваешь, в готовом виде, когда уже все приготовилось, взвешиваешь вот это вот количество граммов, это количество порций. И тебе программа рассчитывает, сколько калорий на 1 грамм. И потом, допустим, если я беру из этого блюда там 150 граммов, я выбираю это блюдо и вношу 150 граммов, там 157, 244, ну сколько вот там черпачком или чем там зацепишь, да. Вот. И это забирает очень много времени. Мне кажется, у меня даже муж иногда немножко нервничает, хотя он только набит спокойный, потому что я все время копаюсь. Вот сегодня он обедал без меня, потому что он вчера готовил такую пасту Болонезе. Ну, он же возьмет этих два стека. А стеки он, которые купил в этот раз, они такие маленькие были. Ну, грамм по 70, даже не по 100. Вот. А что он приготовил этих два стека, да, там с этим, с томатами? Ну, все, мы вчера поели, а на сегодня уже не хватает. Ну, одна порция осталась, и все. И это. И мне пришлось готовить для себя белковое что-то. Слушайте, хочу так, чтобы было красиво стояло, когда я снимаю. Так, кошка моя хочет зайти. Иди сюда. Ну, вот она не зашла, а у меня, послушайте, только перебилось, все. Кошка моя только вышла. Я уже забыла, девочки, на чем я становилась с этой кошкой. Она прыгнула на окно, я думала, что она хочет... У нас сегодня очень сильный мистраль. Вот. Я думала, она испугалась ветра, хочет зайти. Открыла дверь, она спрыгнула с окна, а зайти не зашла. Ну, а у меня же руки в томатах. Я же не могу, я там этой ладошкой так приоткрыла. Ну, как хочет. Ну, вот я забыла, про что я говорила. А, про стыка эти. Ну, он там приготовил, там, знаете, мы вчера поели. Я же тоже ем, это тоже по норме. То есть я взвешиваю, что я ем. Там осталось на одну порцию на сегодня. Причем я вчера готовила свои спагетти из спирта или из полбы, не знаю, как правильно. Как, короче, есть спирта и из полбы. Это как бы одно и то же зерно, только оно, ну, разных сортов. Знаете, как у пшеницы, да, у них же разные сорта. И спирта, это же тоже род пшеницы, только какой-то там старинный, какой-то, не знаю, я. Вот. Я когда такие спагетти себе делаю, они все-таки, знаете, такие на вкус. Это же не белые спагетти. Что-то отварила, они там сладенькие такие, там, чуть ли не молочные, да, там, глюцидов этих дофигища глютена. А я такие делаю себе. Полуцельнозерновые, зерновые из кенуа, вот из чечевицы. Покупаю очень все дорого, но я себе покупаю, Марис их не ест. Я когда делаю такие спагетти, которые темные, вот у меня были полностью цельнозерновые, но они такие, знаете, но они вообще не аж черные, скажем так. А вот полуцельнозерновые, я готовила соус, я отваривала эти спагетти, и он даже не понял, что это не белые спагетти, потому что соусом, знаете, как все перебивается. А уже которые цельнозерновые, он услышит, что это неправильное его спагетти. Вот видите, я треплюсь уже давно бы, там тесто все размокло. А так как оно поджарено хорошо, ничего с ним не сделается. Вот я никак не закончу свою эту мысль, теряю постоянно. Я добавляю туда чеснок, немножечко какого-нибудь орехового масла, грецкий орех. Вот так вот растираю вот свои эти новые штучки, которые я вам показывала. Потом что туда можно? Да туда... И у меня был этот, баклажан. Вот, я вчера делала с баклажаном. Чтобы разбить, как бы, калорийность, они же все равно, понимаете, любая мука, как и любые спагетти, которые из пшеницы, сортов разных пшеницы, у них же все равно, этот, как бы, глюкозы там полно. Вот. И глютена. Ну, глютена нет, но глюкозы. И чтобы разбить калорийность, я добавила баклажан. А баклажан низкокалорийный. А у меня баклажаны в этом году не выросли, а с прошлого года мы тут разбирали морозильник. Вот. И я нашла баклажаны, я, помните, я целыми баклажаны, как бы, в духовке делала, и потом их по одному замораживала, пищевой пленкой. И вот я его разморозила, этот баклажанчик. Но я посмотрела, что он такой тверденький. Я его еще немножечко... Там что-то делала в духовке. Я поставила в духовку его еще там. В духовке немножечко потомила. И вот я его просто, девочки, в блендере пробила. Опять же, с петрушкой, с чесноком. Там какую-то приправу добавила. Вот можно просто так, есть ложкой. А у меня эти спагетти, я думаю, а давай-ка я сделаю. Я думаю, ой, грибов бы каких-нибудь добавить. Ну, какие у нас тут грибы? У меня где-то есть еще с Россией, с Беларусью грибы запечу... Эти сухие. Надо проверить, там не залезла туда эта моль наша пищевая, потому что тут тоже беда-беда. Борюсь, все в банках стоит, переносим из магазина. Вот, поэтому я постоянно перепроверяю. А тут я думаю, а что мне баклажан вместо грибов не добавить? Слушайте, такие получились вкусные в спагетти. Ничего больше не надо. Я сыром пармезаном я посыпала. Вот, и все. Смотрите, как у меня четко-четко все получилось. Но так как мне нужен был белок, обязательно, потому что там белка мало. Мне пришлось готовить, я готовила сегодня филе индейки в пароварке, в моей посуде специально для пароварки, с кокосовым молоком, но у меня даже были, даже крем был кокосовый, они такие густые были, эти сливки. Немножечко у меня было соевых сливок. И я добавила, чтобы опять же разбить калорийность, я добавила вот этого скира, что только что вам показывала, этого протеинового йогурта нулевого. И добавила, что я добавила? Это карри, карри такой, знаете, в куриные блюда очень часто добавляем. Какой получился вкусный у меня соус. И чтобы этот соус как бы загустить чем-нибудь, я добавила, я же ем белки, вот, одно яйцо так съедаю, одно только белок. У меня собираются желтки. Ну вот, я добавила два желточка для загущения. Послушайте, такой получился вкусный соус для этих спагетти. Обалденно. Так, теперь томатики. Ну, вы видите, что творится. Ну, красиво же, правда? И корочек вот не будет. Ай-яй-яй, может быть, немножко много поперчила, малышка будет есть. Я же все время забываю. И теперь, девочки, смотрите, вот этим вот адыгейским сырком я сверху посыпаю. И у меня тут половинка лука белого осталась от обеда. Я готовила когда свое филе, я только половину порезала лучка, вторую половину думаю, выложу я сверху, вот, не под сыр, а на сыр, чтобы он немножечко тоже за полчасика, который я буду готовить. Этот наш прекрасный там томатный тарт из запеченных томатов, то есть, печеные натурально, без всякого масла, просто посыпаны солью. Там, может быть, чайная ложка сахара, поэтому столько и воды, наверное, сколько отводнилось. Вот. И много трав. У меня прям там 2-3 таких ветки больших сельдерей я положила, потом я туда что добавила, большую такую ветку розмарина, чабреца, лаврового листа спустилась, нарезала. Вот. И томаты такие вкусные получились, Мариса ела на обед, я тоже на обед ела, прям выкладывала на свое блюдо, потому что я делаю в журнале я делаю свои фотографии блюд. потому что мне, понимаете, мне же надо куда-то свое творчество девать. Вот. Мои эти кураторы очень любят рассматривать мои дневники, потому что девочки в основном из России, по-моему, из Украины у нас есть несколько человек. Вот. Идят девочки немножечко попроще, может быть, чем я. Я же еще много лет занималась уже этим и низкоколовейным питанием, и вот я же все-таки в школе это все время постоянно была не в школе, а вот в очереди. Поэтому у меня такой, знаете, такой совсем по-другому немножечко подход к этому всего. У меня много всяких запасов, всякие там зерна, там кунжут, этот лен, там всякие, чиво-мило и все такое. девочки, ну, посмотрите, скажите, что это красиво. Вот, поэтому можно сказать, что я выпендриваюсь немножко, вот, фотографирую постоянно. Ну, мне это нравится, вы же знаете, что фотография всего, это мальо, вся эта эстетика. Еда должна быть не только вкусной, но и красивой, и если она некрасивая, то мне это невкусно. Вот я сегодня чуть-чуть доела свой завтрак, прозавтрак отдельно, прям давила, чтобы белка набрать, но мне не понравилось. Ела, 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 чуть съела, свои пудинги там щилы с семенами, вот. Смотрите, как красивенько, правда? Ну, вместо помидора у меня будут шкурки от помидоры, чтобы было понятно, что это помидорная. Все, в духовку, ну, минут 30, 30, максимум 40. И заметьте, что у меня здесь тоже нету ни одной капли масла оливкового, ни одной, может быть, чуть-чуть сбрызнуть сверху на этот лук, как вы считаете, даже не знаю. Я решила, что лук у меня не запечется. Слушайте, вот эту вторую бутылку у меня масло, которое, вот запишу 2-3 грамма, она не очень брызгает. Вот та, которая на улице, как она хорошо брызгает, а это вот второе я заказала, и она как-то не очень это, не очень разбрызгивает, струйка длинная. Все, духовочка, поехали. Вот смотрите, вот сыр никогда нельзя запекать сразу, но как тут без сыра? Поэтому я накрыла, вы смотрите, бумагой пищевой, иначе сгорит сыр и сгорит лук. Вот минут 15 попечется, потом я сниму, еще 5 минут последнее запеку спокойно. Ну, девочки, мальчики, ну, смотрите, какая у меня красота получилась, господи, господи, а пахнет как. Короче, мне осталось только взвешить его, вес с блюдом, с чашей уже взвешила, вот, потом, когда он остынет, мы поедим немножко, я потом взвешу обратно. Пустую чашу, узнаю вес, и только потом смогу уже себе посчитать, сколько я там съем. Ну, кусочек я точно съем, хотя это будет достаточно калорийно, ну, так что делать? Ой, ну, красиво как, посмотрите, сейчас я еще в духовочку поставлю, пускай настаивается. Я тут фотографии просто делаю, такие красивые, гляньте на это. Девочки, смотрите, вот это здесь у меня томаты, мои черри, они вот зелененькие, красненькие уже, но они черные сами по себе, много моркови, здесь у меня приправы, посмотрите, моркови по-корейски, соль, сахар, винный уксус, который я делала, и немножко масла растительного. И вот у меня еще морковочка стоит с приправами, с зеленью, это сейчас будут у меня, ой, тут у меня такой бордель, нарезаться вот эти вот зеленые помидорки. Ну, а я смотрю новости и работаю. Так, девочки, смотрите, 5 килограмм зеленых бурок, помидоров, то же самое, я сейчас добавлю еще сюда приправы корейские, мне очень нравится с этими приправами, можно и так уже оставлять. Короче, у меня не хватит банок, вот я думаю так. Но зато красота какая, гляньте. Девчонки, привет всем, девчонки, мальчишки, ой, не подниму одной рукой, короче, я сняла эти полотенца, сейчас вот нанесла себе посуду, у меня, слушайте, не хватает банок, вот нашла выход, буду вот эти пластиковые, литровые, в такие ведерочки, дабы, это, складывать. Ну, вот у меня, здесь у меня два творога, еще с моего кефирного грибка замороженных будет, вот еще два ведра. Ну, короче, посуды нет, я не знаю, как делать. Ну, посмотрите, какая красотень у меня получается, я решила вот эти крупные, которые я порезала, вот такие ведерочки, а вот эти, которые там, это череп, смотрите, вот в таких баночках, все это пойдет в холодильник, это вот я уже попробовала, и вот эту большую помидорину я тоже попробовала, но они только начали мариноваться, послушайте, это просто сказка, их можно уже есть, обалденно. Девочки, смотрите, у нас вот это, как и хурма вообще зреет, прямо на глазах, вот вчера Мария Смин насобирала тоже опять штук шесть, позавчера она собирала штук двадцать, вот я вам показывала, слушайте, как же в этом году она быстро созревает, вообще, а я же в этом, мне нельзя столько углеводов, вы понимаете, я вообще, я в тихом шоке, поэтому, ну мне этот месяц надо продержаться, буду есть потом замороженная, ну что делать, я вот утром сегодня с этим, с коктейлем протеиновым ее замешивала, ну ничего так, но если честно, мне с молочными продуктами не очень нравится хурма, и я это считала, что это ей не очень приветствуется, вот смотрите, какие красавчики, вот были бы они такие тверденькие, а вот она у меня мягкая такая, внутри как варенье, смотрите, я ее немножечко поменяла цвет волос, хочу быть более натуральной, чем красной, вот мне надо сейчас, мне Марис развязывал, там тыква опять немножечко заплеснула, все из-за угли, и так надо сейчас мне это все разобрать, семечки высушить, наложить, сушиться, слушайте, я так устала, вообще сегодня целый день, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, сегодня это раскладывало томаты эти зеленые, пока разложила, пока все перемыла, пока все расставила, пока разнесла, ну все, 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 день прошел, 11 часов вечера, без шести минут, посмотрите, я тут выносила тыкву на заморозку, ой, Марис мне разрезала, я вам показывала две тыквы, которые вот поели эти, из карго, улитки, и вот они начали загнивать, слушайте, я их чуть разделала, какие они твердые в этом году, и вот где-то половину одной сделала на пару, на пару вообще мгновенно приготовилась, потом одну, как бы плату я заморозила, отнесла на заморозку, а еще одну часть запекаю в духовке с приправами на завтрак, смотрите, какая у меня бургмансия, смотрите, какие колокола, огромные, просто огромные, а запах какой, вообще парфюмерная фабрика, как я говорю, фрагонар, вообще шикарно, ну вот она в этом году, у меня не очень хорошо цветет, и вот я ее подкормила, обычно она осенью тут вообще вся должна быть увешана этими колоколами, этими рупорами, этими граммофонами, как хотите, вот, и вот доцветает у меня, тут несколько вот, буквально, видите, осталось соцветие этой туберозы, вот это, конечно, сказка, а это пахнет так, это вообще, это никакие духи не нужны, вот так вот вкусно пахнет, она сейчас немножечко как-то потеплела, а вообще, день сегодня был неплохой, а вчера была холодина, и вот до конца недели, а с завтрашнего дня опять будет ветра, холод, поэтому, у нас тут уже показывали, где-то тут, не очень далеко от нас, будет плюс один, поэтому мне нужно немножко цветами заниматься, начинать, надо вычистить это, перцы мне, Марис, сразу же затащили туда, поставили в теплицу, а там грязь такая, там еще не убирала даже, вот, ну занесли, занесли, вот сюда вот, Марис, клубничку мне сегодня вынес, и оттуда из-под гелок, где у меня огурцы были, слушайте, палец так наработала, слушайте, все болит, и с моими-то шикарными ножами, вот, говорю, выноси сюда клубнику, мы там будем забывать ее поливать, она в горшочках, конечно, за зиму там засохнет, поэтому такие дела, немножко сегодня горшки тут поливала, то и все я, посмотрите, как у меня вот этот, вот то, что мы обрезали, как его называют, этот сипре он у нас называется, видите, какой зелененький, так хорошо пошел, я его время от времени поливала, вот, ну вот такой вот у меня ночной сад, вообще давно вам ничего не снимала, слушайте, я вся в этой школе похудения, это просто какой-то, это кошмар, я уже сегодня нашему, она мне там мало, у нас на пятом месяце, там тот и тот, и я говорю, ой, 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 Анечка, дай мне закончить сначала три месяца, потом посмотрим, потому что, ну, я не знаю, насколько меня хватит, это, конечно, все угнетает, некогда вообще жить, что-то делать, что хочется, и что нужно, а сейчас надо сад порядковать, цветы, и все такое, ну, ну, вот такой у меня прекрасный ночной вид на террасе, я прям вышла, думаю, нет, мне надо хотя бы это снять, потому что вообще ничего вам не снимаю, вообще ничего не снимаю, ничего не выставляю, вообще жесть, когда у меня освободится время. Субтитры создавал DimaTorzok